МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Выборы президента Республики Беларусь на Гомельщине будут проходить на 1070 участках для голосования. При этом четыре участки селета утворены у першыню. У правнаний с леташними выборами у Мясцовые советы колькость участков на Гомельщине изменшилась на 25, что выкликано миграционными процессами у Межах в области. У першу чергу это тычется особных районов сельской мясцовости. Разомстым у совести с узведением жилых микрорайонов з'явилась необходимость утворить новые участки у Мазыры центральным Миновобелецким районах Гомеля. Один из них, номер 28, начал работать в 15-й средней школе областного центра. Сгодно с календарным планом организационных мероприемств по проведению выборов президента Республики Беларусь, зараз члены участковой выборчей комиссии удокладняют списы жихаров, которые имеют право принять удел в голосовании. На данный момент участковая избирательная комиссия занимается сверкой и подготовкой списков избирателей, которые въехали в новый построенный жилой фонд и сверкой тех жильцов, которые проживают в частном секторе по улице Техническим с 1 по 8. К избирательному участкам номер 28, который будет открыт в этом году впервые, относятся улицы Белого, Колейникова и улица Алмазная. Практика промога диалогу с жихарами регионов по хвалючих их питаниях протягнется завтра. Представники выканавчей улады проведут черговые промые линии. С 9 до 12-ти годин з вороты грамадян будет принимать наместник старшини гомельского аблвыконкама Владимир Александрович Привалов. И он курирует питание развития социальной сферы в приватности работы Галина Ховы-Здоровья, адукации, культуры, спорту и туризму. Номер телефона в Гомеле 75 12 37. Як и завсёды по суботах промые линии будут працаваць так само у районных администрациях и райвыконкамах. Напереда днепрофессийного свята дня работника у нафтовой, палевной и газовой промысловости на Мазырском нафтоперапрацовчем заводе отбылась важная падея. Тут был выкананный монтаж частки установки по вытворчасти высокооктановых компонентов бензину. Ее будовництво уступило у завершальную стадию. Ступень готовности объекта складая больше, как 90%. Подробностей у сюжете корреспондента у телеканала Мазыр. Амаль 50-тонная конструкция подымается на вышиню 12 метров. Повольная, с ювелирной докладностью яе усталевываюць на свое место. Монтаж одной из самых буйных конструкций объекта другой секции верхнего яруса блока от Сарберу по сутности поклав пачатак завершального этапу выдауництва комбинованной установки в отворчасти высокооктановых компонентов бензину. Особенности на любом монтаже есть. Одна из особенностей – это большая длина и вопросы с жесткостью конструкции, которые нужно будет учитывать монтажникам при уже установке на ранее смонтированную секцию. Габариты секции саправды великые. Довжиня – 19 метров, шириня – 5,5 метров, вышиня – 5 метров. Сбиралось обсталевание у Италии. На завод поставлялась уже в готовом выгляде. Складается установка с трех основных блоков. Реализация этого инвестиционного проекта агульным коштом больше 300 миллионов долларов дозволит самостоянно выраблять сыровину, необходимую для выпуска автобензинов европейской якости. На данный момент Мозорский НПЗ производит закупку метил-трет-бутилового фирма для приготовления автомобильных бензинов. Справочно за 2014 год затраты на приобретение метил-трет-бутилового фира за рубежом составили порядка 40 миллионов долларов. Сводом данного технологического объекта Мозорский НПЗ закроет потребность в дорогостоящем продукте, закупаемом за рубежом, за счет собственной выработки метил-трет-бутилового фира. Усе монтажные работы по установке вытворчасти высокооктановых компонентов бензину планыться завершить у Снежних этого года. Пылный час займыть пусконаладочные работы, после чего установка будет запущена. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». До инших тем. Белагропрамбанк протягивает акцию по повышению зрою финансовой письменности школьников. На передодних гостей сустракали у Гомельской гимназии номер 51, где учени пятых классов отрымали от банка малявничое выдание «Твои первые финансы». «Твои первые финансы» — это книга «Казак», где главный герой Агрык в доступной форме рассказывает детям, что такое гроши, когда они появились, а также деля чаго створены банки и как они работают. Выдание этой книги изъявляется часткой социального проекта банка, який так само включает проведение уроков по повышению финансовой письменности. До речи, многие школьники уже мают свои гроши. Я получаю за хорошие оценки на день рождения и за хорошее поведение. Коплю их на день рождения, может, на подарки. Или, если что-то, может, хочу, то я на это коплю. Помогаю по дому, я еще на конкурсы по танцам. Инициативу Белогорапромбанка поднимали Управление Адукации Гомельского обл. ВКНК, Головное управление Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области и представительство Национального олимпийского комитета. У сего до 30 вересня книги «Твои первые финансы» отримают больше, как 13 тысяч пятиклассников Гомельщины. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. И, наверное, с помощью Белогорапромбанка наши дети приобретут новые знания, которые затем помогут им и в гимназической жизни, и затем уже, когда они станут взрослыми и повседневными. Завершилось мероприемство у гимназии запуском поветрных шаров. До кожного, из которых пятиклассники примоцевали листочки со своими жаданиями. Бера Котляр, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания «Гомель». Команда молодежного проекта телерадио-компании «Гомель» «Залик» приняла у делу захопляльным квесте. А баяльные и эрудированные ведучие гуляли супраць команды телеглядачоу. Усе подробязности их подорожжа по ословутых мястинах областного центра глядите сёне у программе «Залик» у пагоні за гисторой. Квест у перокладзе за английской мовы значыць пошук. Сёне подобная гульня на пику популярности. Особливо реальные квесты, сюжетные головоломки у вызначенных умовах. Удельникам для выкананья поставленной задачы не потребны специальные прилады, только эрудиция, кемлевость и умение працевать у команды. Уся гэта якості с поспехом демонструють герои нашего гисторичного квеста. Удельникам треба буде побывать у трех местах города, у кожным з яких их чакают непростое выпрабаванне. Отель глядачоу у гэты час виды найпригажейших помніков архітектуры Беларусі, ранее невядомые факты з гісторы Гомеля, загадки і, конечно, інтрыга, якая з команда кажеться більш удачливай у проходженні квеста. Глядіце программу «Залік» сёння у 17.55 на телеканалі Беларусь-2. І а в спорці. Напереда дні стартаваў 24-й чемпіонат країны па хакею ў «Экстралізі». Клубы Гомельскай в області перші матчы провялі на домашнім лёдзі. Жлобінскі Металурх разграміў хакейны клуб «Могилёв» 6-1. Вынік лагічны, навад на пачатку сізона. Узровінь «Могилеучан» вядомы дауно, а вось ў хакейнага клуба «Гомель» сапернік был амальне вядомы. «Динамо» у 20 з «Бабруйска» – новічок «Экстралігі». Малады і смелы гості за справу узяліся адразу. Перша шайба ў вароты Ігора Брыкуна залятела прас 35 секунд пасля пачатку матча. «Динамо» ў цені чакалі падарункаў, рашуча атакавалі і примусіли господару адшуваць сябе з усім разгубленымі. Де так, што зравняць лік удалося толькі ў другім пірэдзі. Мы проіграли стартоват ризыку, мені взагалі не пілялся, тому що ми говорили с хоккейстами, що хотіли б інші ключі поіграти, але у нас, к сожалению, не піляді. Ми вийшли, були не готові к началу матча. Команда дуже агресивна стала с нами играти, навязала контакт силовий. К сожалению, ми проіграли, пропустили галу, і потім прийшлося перестроити галу. Правильно добавити движений, попросили заставити, щоб соперник удалялся. І гра в большинстві в неравних составах була ключевою і решила исход матча. А далі вже гості були у ролі догоняючих. Пасля трох пропущенных шайб, динамоці паспробували замяніть галкіпера, але гэта не вельмі допомагло. Гамельчані оформіли два дублі, аутарами яких стали Андрей Глебов і Эдіс Брахманіс. Правда, гості яшче пару раз здоліли розглаваць Ігора Брыкуна. Выніковыли гульні 5-3 на карысь гамельчан. У суботу Рысі і Металург застануться на своїх територіях, толькі паміняються соперникамі. Новини регіони, інформацію об проєктах телерадеокампанії Гомель ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.byy. І на гэта ім випуск завіршаний. У студій працювала Наталья Ігнатєнка. Добрых вам новінов і до нових зустріч у ефірі.